Уже три часа по Москве, и я предлагаю начинать, особенно для тех, кто к нам уже присоединился. Впереди много материала. Я приветствую всех в этом новом году. Я приветствую, вернее, с радостью и с благодарностью приветствую тех, кто решил эти три часа ближайшие провести с нами, узнать больше о методе Сильва, о своём, наверное, скрытом потенциале, о том, как метод Сильва может позволить его раскрыть, потому что сегодня будут основы. И в конце нас ждёт замечательная длинная релаксация, которую нам проведёт Александра. Так что всех хочу поздравить с Новым годом, всех, кто к нам присоединится и будет с нами на этом вебинаре или на этой лекции. На самом деле, вы счастливчики, у вас есть возможность прослушать кусочек живого семинара, который первые три часа, где именно посвящается основам метода Сильва. У нас почти 100 человек в эфире. Я хочу проверить на всякий случай, как нас слышно. Я вижу, что нас уже все приветствуют. Татьяна, Любовь. Напишите, пожалуйста, плюсиками, хорошо ли слышно. И я хочу пригласить нашего замечательного любимого, что у нас происходит с Андром, который сегодня нам расскажет всё, что она заготовила о методе Сильва. Здравствуйте, дорогие друзья. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям Ирины. И хочу сегодня, 3 января, поздравить вас, поскольку это первые дни Нового года, когда вы отдыхаете так долго, можете о чём-то подумать, разобраться в себе, просто расслабиться или, наоборот, посетить всех своих друзей, знакомых, родственников, которых давно не видели. И тем не менее, конечно, очень важно, что за эти 10 дней вы можете посвятить какое-то время самому себе, своему «я». Поэтому поздравляю вас и желаю, чтобы наше сотрудничество, наше новое открытие себя в этом году были ещё более глубокие, разносторонние, разнообразные. Чтобы все те семена своих желаний, каких-то намерений, ваши мечты, которые вы посеяли в прошлом году, в этом году дали всходы, дали первые ростки. И, конечно, мы хотим дождаться плодов. Каждому плоду своё время. Поэтому сегодня мы сделаем очередной вклад в развитие себя, в познание себя. И я как-то сегодня у меня такая утром пришла интуитивная мысль, я впервые это делаю, когда вводную лекцию я проведу под каким-то, скажем, ключевым словом. И сегодня такое слово ко мне пришло, оно, это понятие «выбор». То есть сегодня вводная лекция будет под лозунгом «выбор». Каждый человек делает выбор практически каждое мгновение. Даже с самого утра, когда вы проснулись, у вас был выбор, вставать или ещё полежать, а может быть, ещё и даже поспать. Выпить чаю или кофе. Сегодня сходить куда-то или оставаться дома. У нас сегодня минус 20 градусов после таких тёплых, осенних и даже зимних дней. Все куда-то попрятались, и каждый раз думаешь, выйти или не выйти. Мне очень нужно выходить, или я могу побыть дома. То есть вот именно потому, что сегодня такой мороз, и у меня тоже был выбор, сходить в магазин сейчас до вебинара или после, очень холодно. И вот каждый раз, и вдруг я думаю, вот мы каждый раз даже на таком земном, простом, каждодневном, бытовом уровне делаем выбор. Что уж говорить о выбор более глубокий, о выборе, кем быть, чем заниматься в жизни, по какому пути идти, какой метод выбрать, что в этом методе выбрать, потому что метод большой, техник много. Я думаю, что сегодня есть кто-то, кто вообще впервые, может быть, прослушает водную лекцию и познакомится с длинной релаксацией. Поэтому, конечно, я имею в виду, что есть у нас и абсолютные новички, и те, кто уже участвовал в нашей водной лекции, я думаю, тоже услышите что-то новое. Потому что каждый раз именно ваши внутренние запросы диктуют мне, что сказать. В этом у меня, кстати, выбора нет. То есть моё подсознание считывает ваши запросы, это делается абсолютно бессознательно, и потом люди пишут, что получили очень многие ответы на вопросы. Итак, метод Сильва. Подробнее вы о нём можете почитать в нашем сайте методсильва.ру. Там очень много научных открытий, описания, как это всё происходило, фотографии молодого Хоса Сильва в лабораториях, во время экспериментов и так далее. Мы же в наше время пользуемся плодами. Плодами, которым в следующем году уже исполнится 50 лет. Поэтому метод, он зрелый, он проверенный, он практически испытанный на себе миллионами, десятками миллионов людей во всём мире. И тем не менее, мы сегодня с Ирой немножко поговорили по скайпу до вебинара о том, что каждый раз открываешь в нём не то что-то новое, а то, чего даже не подозревал, что вдруг открылось с другой стороны, он высвечивается каким-то под другим углом, и ты вдруг с радостью опять начинаешь применять вот именно под этим углом, вот именно сквозь эту призму и получаешь совершенно новые результаты. Поэтому я в своей жизни применяю его уже 14-й год и не перестаю удивляться тому, что это действительно стало стилем жизни. Я сейчас попрошу Ирину открыть первый слайд, и мы начнём знакомиться с программой, потому что действительно материала очень много, хочу рассказать сегодня очень многое. Так. Прошу слайды, и по традиции хотела вам напомнить, что задавайте свои вопросы, мы будем периодически с Александрой останавливаться, там уже есть вопросы, очень много поздравлений, приветствий, спасибо всем. И я включаю самый первый слайд. Александру не будет видно, будет её голос за кадром. Так, Александра, слайд готов. Вот мы, пожалуй, перейдём сразу к следующему, потому что «познай, измени себя», изменится весь мир, это очень известная фраза в настоящее время, и поэтому мы тем сейчас и будем за меня заниматься. Тот факт, что вы сидите сейчас перед экранами ваших мониторов, это значит, вы сделали выбор в пользу того, чтобы узнать о себе что-то новое, узнать что-то под другим углом, применить практически, и затем применять это в жизни. То есть вы сегодня уже сделали своеобразный выбор. Поэтому то, что вы сейчас услышите, я думаю, будет полезно всем, потому что каждый раз, когда я рассказываю про левое и правое полушарие, у меня каждый раз открывается нечто новое. Итак, левое полушарие, если взять коротко, вы видите, оно серое, оно чёрно-белое, вернее, оно такое точное, техническое, с какими-то чертежами, размерами, формулами. Оно логическое, оно мыслит линейно, оно мыслит как причинно-следственная линия. То есть если я сделаю, поступлю так-то, вот как мы и говорили про выбор, то получится такой-то и такой-то результат. Если я пойду по этой дороге, приду туда-то, если я сегодня намечу то-то и то-то, я получу такой-то результат. С одной стороны, очень часто так происходит, а с другой стороны, мы вдруг сталкиваемся с какими-то совершенно неожиданными ситуациями, людьми, явлениями, которые на «вы» для нас. И в этот момент особенно важно понять, что выбрать, кто мне подскажет, кто мне поможет. Это совершенно что-то новое. Ситуация экстремальная. Реагировать нужно быстро. Поэтому метод Сильва – это метод быстрого реагирования здесь и сейчас. Кстати, такую формулировку я сейчас почему-то произнесла впервые, потому что я знаю, что мне он лично помогает очень часто реагировать в неожиданных ситуациях. Левое полушарие говорит о себе следующее. Я математик. То есть он математически просчитывает все ходы. Он стратег, он тактик, он, как бы это сказать, планирующий, он желающий контролировать. С другой стороны, просто знайте, что левое полушарие не способно находиться здесь и сейчас. Оно все время или в будущем, или в прошлом. Оно отвечает за ваше самосохранение. Оно отвечает за вашу защиту. Оно отвечает за то, чтобы ваша жизнь продолжалась, чтобы она была максимально комфортной, чтобы с финансовой стороны у вас не было, у вас, скажем, было все хорошо, мягко говоря, чтобы хватило не только на завтра и на послезавтра. Поэтому мы идем на работу, мы занимаемся любимой или не совсем любимой работой. Мы понимаем, что так устроена жизнь. Вот поэтому просчитывание, как ученый, как математик, все время посчитать, контролировать, предвидеть, планировать, получить именно тот результат, к которому вы стремитесь. Это все левое полушарие. Поэтому он и говорит, я люблю привычное, я люблю поступать привычным образом, я люблю поступать так, как поступал в прошлом, я хочу контролировать мир. И если у меня не получается, как в известной песне, пусть мир, я хочу, чтобы мир прогнулся подо мной. И мы видим, не получается. И почему я говорю, что метод Сильва сейчас особенно актуален? Потому что жизнь сейчас меняется очень стремительно. У нас, мы занимаемся разными профессиями, мы все время должны совершенствоваться, меняются ситуации, закрываются фирмы, открываются новые, мы ищем новое место работы. Может быть, оно абсолютно не похоже на то, чем мы занимались вообще всю жизнь. Когда мне 10 лет назад, 11 уже лет назад, предложили преподавать метод Сильва, мне тоже нужно было в корне изменить свою жизнь, мне нужно было сделать выбор. Я сделала его мгновенно, я до сих пор поражаюсь, как быстро я ответила «да». И только потом схватилась за голову, увидев, сколько перемен меня ожидает. А поскольку я по профессии инженер-механик, то моя логика была развита максимально. Я всегда любила математику, физику, очень точные науки, формулы, графики. Они меня вдохновляли. Мне очень нравилось в графике увидеть скрытые за ним процессы, в формуле увидеть скрытое какое-то явление. Особенно мне нравилось, что вместо буквы поставив какое-то число, всегда получится уравнение, и левая часть с правой совпадет. Вот эта прогнозируемость того, что обещает формула, она меня воспитала во мне желание контролировать всю мою жизнь, контролировать других людей, контролировать членов семьи, какие-то явления, события. И вот это желание контролировать и получать только отличные результаты, то есть доминирование логики, привело к тому, что во мне появилось много страхов, потому что жизнь менялась не так, как мне хотелось. Появились какие-то... Я видела, что не все мои убеждения работают. Появились какие-то... Какое-то беспокойство, пришла бессонница. И закончилось это желание контролировать жизнь тем, что 15 лет была бессонница. То есть я не уходила в глубокие уровни подсознания. Я спала только на самых поверхностных уровнях. Очень полетело, можно сказать, здоровье, были очень плохие показатели крови. То есть весь этот комплекс желания контролировать жизнь и получать прогнозируемые результаты, то есть пользование исключительно левым полушарием, а я тогда не знала про метод Сильва и не знала, как пользоваться еще и правым полушарием, которое всегда работает, всегда активно, но оно работает на другой частоте, привело к тому, что в 2002 году я узнала про метод Сильва, когда мне дали почитать книгу. Когда я прочитала книгу, я ахнула. Мне это очень все понравилось. Это то, что мне было нужно. С другой стороны, вот это желание контролировать все, всех и вся, саму жизнь, всю эту систему мироздания, которая, как мне казалось, должна вращаться вокруг моей оси, ну, привело к таким плачевным результатам. И когда мне говорили, меняй мышление, меняй жизнь, меняй стиль жизни, я не понимала, как. Вот этот вопрос, как поменять, как поменять себя, как поменять жизнь, как поменять условия жизни. Пока, конечно, еще к тому же мы жили в то время, когда был информационный голод, и нечто такое выходящее за рамки логики очень трудно было достать. А все, что доставалось, на 200 страниц давали одну ночь. Поэтому все, что нам редко попадалось, как крупицы чего-то нового, что делать с собой, как изменить свою жизнь, вообще, что такое жизнь, и что такое этот мир, что такое законы, которые в нем действуют, и мы их не знаем, привело к тому, что я стала интересоваться какими-то другими вещами. На сегодняшний день я прошла очень активную эзотерику, интересовалась астрологией. В общем, я ко всему прикасалась, но очень быстро я понимала, что это не мое, это не то, это еще не то. Оно было, как бы, мне уже известно. Это было где-то записано во мне внутри. Поэтому мое логическое полушарие получало удар за ударом. То есть мое желание просчитать жизнь все время заканчивалось фиаско. Поэтому я люблю привычное, но я потерпела поражение в этом. Я, с одной стороны, очень люблю все новое, с другой стороны, я работала старыми методами. Откуда это желание любить привычное? Оказывается, когда мы рождаемся, и когда с нами общаются бабушки, родители, все те, кто подходит к нашей колыбельке, что-то нам говорят, показывают, носят на руках, называя определенные предметы, называя какие-то явления, называя по имени окружающих людей, в нашем левом полушарии образуются точки отсчета или опорные точки. То есть это такой пример, эталон, зацепка, за которую мы держимся, чтобы как-то действительно ориентироваться в окружающем нас мире. То есть эти точки отсчета в левом полушарии позволяют нам потом пользоваться автоматически и выполнять очень многие действия автоматически. Рулить автомобиль, отвечать на мобильные телефоны, печатать смс, абсолютно не задумываясь, это уже просто чисто автоматически происходит. И вспомните, как тяжело и как трудно, с какими усилиями мы делаем что-то в первый раз. Вот самый первый раз, а он всегда бывает первый. Даже сейчас все те, кто находится перед экраном, я понимаю, что сталкиваются в жизни с какими-то событиями, явлениями или навыками, которые нужно обучиться заново, с нуля. И как это впервые бывает тяжело, потому что у нас нет точек отсчета, каждое движение кажется таким грубым, неуклюжим, и непонятно, что делать, появляется стресс. Но мы знаем, что если чем больше, чем большее количество раз мы выполним это действие, то тем скорее придет навык. И точно так же мы обучаем детей. Они абсолютно не задумываются, что они учатся ходить. Природа их подталкивает к тому, чтобы они сделали первый шаг, чтобы они держались за руку, чтобы они продвигались. Мы ведь не говорим, а сейчас мы будем тебя учить ходить. Нет, ребенок встанет на ноги, потом делает первые шаги, мы его вводим, и все это бессознательно. И с другой стороны, он абсолютно не переживает из-за того, что он пошел, может быть, со 101-го раза. Поэтому каждый раз, когда люди прикасаются к методу Сильва, мы должны понимать, что этого мы никогда не делали, мы никогда не входили, может быть, на уровень альфа, у нас нет навыков пребывания на нем, мы можем уснуть, мы можем отключиться, мы можем слышать голос, но не разбирать слов. Поэтому мы всегда на вводной лекции вводим действительно человека и поясняем основные моменты, что такое метод Сильва, как им пользоваться, почему это работает, что такое уровень альфа, чем отличаются функции левого и правого полушария, хотя они одновременно активны, но каждый занимается своим. Поэтому, когда человек вырастает, в нем сформировано уже сотни и тысячи и сотни тысяч точек отсчета или опорных точек, они иногда в домашнем обучении называются опорными точками. Я как-то люблю больше слова точки отсчета, то есть точка, от которой я отсчитываю свои действия, чем я пользуюсь, на что я опираюсь. Поэтому их у нас очень много и мы многими вещами занимаемся автоматически. Таким образом, левое полушарие, занимаясь многими вещами автоматически, желает контролировать и подчинить всю нашу жизнь именно вот такому привычному ходу действий. Если наш день расписан по минутам, подъем, завтрак, работа, там детский сад, школа, потом все наоборот, забираем детей, приезжаем, ужин, уроки и так далее, почитать книжку, посмотреть фильм и опять все сначала, то, конечно, эти точки отсчета вводят нас в своеобразную монотонию. И люди часто жалуются, да, у меня все хорошо, у меня все есть, у меня любимая работа, но вот эта монотонность, повторяемость движений, хочется чего-то нового. Так вот, метод Сильва позволяет монотонный образ жизни, монотонность, которого мы изменить не можем, это распорядок дня, он требует выполнения именно таких действий в таком порядке, может вам подарить внутреннюю осознанность того, чем вы занимаетесь, внутренне окрасить в разные цвета те эмоции, которые вы испытываете, то есть совершенно привести к другим эмоциям, к другому состоянию интеллектуальному, к другому состоянию физическому, когда вы внесете в себя новую составляющую, осознанность. Осознанность, на сегодняшний день, как я сказала, мы будем говорить чаще всего о выборе. Поэтому я люблю привычное, а если меня встретило непривычное, что я выберу? Подумайте сейчас о себе, если у вас есть выбор, выбрать привычный способ действия и нечто новое. Как страшно делать нечто неизведанное, как страшно было выйти впервые к аудитории и проводить семинар. я помню, я помню, как мои коллеги из Литвы, одна из них, во всяком случае, на тот момент, когда она стала преподавателем, она была очень нелюдимой, замкнутой, практически ни с кем не общалась. Это было следствие того, что в 10 лет, в то время, когда ей было 10 лет, умер ее папа, молодой еще, красивый, здоровый, любимый. И вот она стала такой нелюдимой, замкнутой. Ну и тем не менее, она согласилась преподавать, ей было это очень интересно, она сама очень активно применяла метод и это привело ко многим изменениям в жизни. И вот нужно, она сказала, я раскрыла рот, чтобы что-то сказать, и мне захотелось убежать, поскольку они вдвоем с сестрой работают, она подумает, пусть сестра там отдувается за нас обеих, я ухожу, это ужасно, это так трудно, я никогда этого не делала. Поэтому нужно каждый раз сделать выбор, я хочу этого, я хочу этой новизны. Я сказала да, я согласилась, или согласился. Я классифицирую, говорит левая полушария, то есть я классифицирую, что мне выгодно, что принесет мне наибольшую пользу, по какому пути мне идти сейчас. Прогнозируемый, я знаю, какой получу результат. Если я пойду по неведомому пути, поступлю как-то так, как не делал никогда, я могу потерять и то, что было, я могу потерять и ту платформу под ногами, пусть там, что называется, воробей в руках, чем жирабль в небе. И каждый раз мы теряем очень много возможностей, потому что боимся, не знаем, а как поступить и к чему это приведет. Потому что левое полушарие очень волнуется о том, чтобы получить прогнозируемый результат. Пусть поменьше выигрыш, но все-таки надежный. А если проигрыш, то как можно более минимальный. Я точность думает левое полушарие, я аналитик. Оно отвечает за то, чтобы понимать математические формулы, цифры, числа, все эти действия умножения, деления, все, что мы выполняем при помощи мозга, за это отвечают центры, специальные центры левого полушария. И в то же время левое полушарие отвечает за то, что мы понимаем языки, изучаем язык, изучаем много языков и начинаем в этом разбираться и усваиваем это. Это тоже левое полушарие. И тут же он заявляет, я реалист. Я признаю только то, что я вижу, слышу. Я могу вдыхать запах, почувствовать вкус и так далее. То есть все те пять органов чувств, которыми мы обладаем, они нам рисуют картину мира. И левое полушарие расшифровывает все это вместе с правым, но левое полушарие реагирует на это и тут же начинает действовать. Желательно привычным образом. Поэтому я думаю, те из вас, кто сейчас сидят перед экранами, слышали не раз, будь реалистом. Ну куда ты опять там лезешь? Ну что ты там опять чем-то увлеклась или увлекся? Это так непонятно. Смотри, будь осторожна или осторожна. Особенно это актуально в настоящее время, потому что информации очень много, она бывает контроверсийной, очень противоречивой. Из своего опыта могу сказать, чтобы вы были очень осторожны в выборе информации. Если на вас обрушился поток информации, в которой вас что-то заинтересовало, проверяйте свои внутренние ощущения. Если вас что-то пугает или кажется неприемлемым для вас, или отдает какой-то опасностью, может быть, доверьте своим чувствам, доверьте своей интуиции, потому что в этот момент вам не только левое, а и правое полушарие, оно всегда вам дает свои сигналы. И вот это может вылиться в какой-то эмоции или ощущении. Из своего опыта могу сказать, что информации можно отравиться не хуже, чем, скажем, при помощи некачественной пищи, потому что информация тоже может быть некачественной. В ней может быть заложено очень злое намерение, в ней может быть намерение напутать вас, перепутать все понятия в вашей голове. И ощущения действительно бывают, мягко говоря, отвратительными. То есть ты не можешь собрать себя по частям, ты не можешь разобраться вообще по всей этой стройной системе, которая была у тебя в голове, она какая-то рассыпалась на мелкие кусочки, ты не можешь себя действительно собрать опять в цельную какую-то натуру. Поэтому действительно информация имеет такую способность. Она может быть позитивной, она может быть конструктивной, она может вас вести к чему-то доброму, хорошему, правильному. Так что информация оперерабатывается она при помощи левого полушария. Это первый такой слой, логически-нелогически, выгодно-невыгодно, полезно-неполезно. И поэтому это не так просто. Поэтому сейчас, когда я могу сравнить, когда в наши годы молодые, скажем, очень активные, информация была минимальна, там был другой, конечно, перекос, то теперь нужно очень осторожно. Первые несколько секунд прочитали, не засоряйте свои души, не засоряйте своего сознания и подсознания, потому что каждое слово это частота, каждое понятие, каждое предложение это определенная смысловая и энергетическая нагрузка. Итак, играю с цифрами, как мы сказали, я порядок, я логика, я точно знаю, кто я есть, заявляет левое полушарие. И если человек еще не сталкивался с методом Сильва, не умеет входить на уровень альфа, не умеет программировать техники, которые можно изучить на семинаре по методу Сильва, то, конечно, просто знайте, что это не совсем то, кто вы есть, и всегда можно найти нового себя, раскрыть нового себя, познать нового себя, потому что в каждом из нас есть огромный потенциал знаний, умений, таланты, способности, потенциал, который требует раскрытия. Вот как раз к этому мы сейчас и подходим. Правое полушарие, цветное, яркое, не знающее границ, обещающее нам безграничные возможности. И с другой стороны, посмотрите, как широко и действительно разливается правое полушарие в своих обещаниях по сравнению с левым. Там было четко, конкретно, логически. Я творчество. Об одном творчестве можно говорить часами. И музыка, и искусство, и поэзия, и изобразительное искусство, пение, танцы. То есть все то, в чем человек творит нечто новое, шить, вязать, строить дом, в конце концов, и так далее. То есть это создание чего-то нового. Откуда идет этот позыв, это стремление к новому? Правое полушарие. Оно всегда активно. Оно всегда зовет нас куда-то. Оно нас куда-то манит, и оно нам всегда что-то обещает и успокаивает. Ты можешь это? Ты способен на это? Начни. Хотя бы попробуй. Сделай первый шаг. Хочется рисовать? Возьмите листок бумаги и карандаш. Проведите несколько линий. Пусть это будет хотя бы точка. И отложите. Просто через некоторое время вы почувствуете, что вам хочется еще раз подойти, еще раз попробовать. Отключите всю логику, весь критицизм левого полушария. Ты никогда не учился, ты ничего не умеешь, у тебя никогда ты вообще в школе не любил рисовать, да ты даже перерисовать, там, срисовать, что-то скопировать не умеешь. Да сейчас столько художников, и зачем тебе это надо? А у вас есть этот заложенный потенциал, это стремление? И оно, как эта семечка, о котором я сказала сегодня в начале вебинара, оно прорастает, оно дает росток, оно требует, чтобы из него выросло то дерево и дало те плоды, которые заложены в вас. И эти мысли вас будут все время посещать. Может быть, это детская мечта, может быть, это вам кто-то говорил, что у вас что-то получится, может быть, не умею рисовать в стиле Леонардо да Винчи, вы понимаете, что из вас мог бы получиться прекрасный график. Там совсем другая структура рисования, там совсем другие краски или их отсутствие. Поэтому творчество, свободный дух, страсть, чувственность, то, что учили нас с детства подавлять. Не плачь, перестань мечтать, займись лучше уроками, займись чем-то конкретным, сколько можно сидеть без дела, читать книги. Скажем, мы с моим мужем выросли в одном дворе, и когда мне было 8 лет, я приехала в этот двор и до сих пор в нем живу. А он жил в другой квартире, ему было 11 лет. И вот когда мы с ним познакомились, я не знала литовского языка, а он с трудом говорил на русском, он только его понимал. И мы как-то наломанным детским языком, каким-то образом при помощи эмоций, мы вдруг быстро выяснили, что мы оба любим очень читать. И я помню, когда он в саду во время летних каникул читал, мама, у которой росло трое сыновей, ей нужна была, конечно, помощь старшего сына, который был гораздо старше младших братьев, она все время, как сейчас, помню, кричала, дай Бог ей здоровья, она жива до сих пор, свекровь. Она говорила, сколько ты можешь сидеть и ничего не делать? Быстро иди там, скажем, приготовь обед или помой посуду. То есть понятие о том, что человек читает, значит, ничего не делает. И вот эта внешняя как бы пассивность и внутренняя активность, внутреннее развитие себя, понимание, мышление, мечты, в конце концов, все эти картинки, которые раскрываются во время чтения. Поэтому имейте в виду, что если кажется, что человек ничего не делает, он в этот момент переключился на внутреннего себя. Тем более в подростковом возрасте, в детском возрасте, когда дети очень чувствуют, к чему они способны, на что они способны, к чему у них лежит талант, какой потенциал заложен в них. Они об этом могут говорить часами, они могут этим заниматься часами. Поэтому обращайте внимание, мы еще к этому подойдем, в каком возрасте лучше всего наблюдать за детьми и угадать, заметить, прямо невооруженным глазом иногда видно, к чему человек расположен. Другое дело, принимаете ли этот талант, или вы хотите, чтобы человек пошел, скажем, по вашему пути, у вас целый клан, несколько поколений врачей, или хороших юристов, или инженеров, и вот как же так он сейчас там будет что-то совершенно другим заниматься, мы там в этом не разбираемся, мы ему не поможем, мы ему поможем в этом. Самое интересное, что, скажем, когда я поступила на инженера, я ведь тоже предала свою детскую мечту быть учителем, быть учителем, причем начальных классов, вводить этих первоклассников и раскрывать перед ними мир знаний. И в последний момент я спасавала, это долгая история, почему так получилось, самое главное, что я действительно предала мечту. И вот сейчас я должна ее отрабатывать, все равно я чему-то учу, то есть я чувствую, как же это здорово, потому что во мне этот есть талант, во мне есть этот навык, желание, умение, врожденное какое-то, потому что все свое детство я устраивала во дворе школы, у нас всегда было полно детей самых разных классов, и там, я не знаю, еще детского и ясельного возраста, и мы устраивали ясли, школу, и начальные классы, и контрольные, я все лето с ними занималась, у нас был чудесный сад, очень густые деревья, стол, стулья, по вечерам мужчины играли в домино, а днем мы играли в школу. То есть это было уже видно, что я люблю это, я просто, я готовила программы, доставала учебники, мы все это писали, я готовилась к контролям, и дети были в восторге, они играли, для них это была игра, и результаты были, между прочим, потрясающие. Но вот потом немножко отошла в сторону на несколько лет. Хотя сейчас понимаю, что инженерное образование дало мне навыки работать с огромным количеством информации, структурировать ее, располагать по полочкам, не запутаться в том, что я говорю, ответвлять там, я не знаю, в сторону куда-то и возвращаться к стволу информации, и раскрывать это со всех сторон под любым углом. То есть, конечно, я сейчас очень благодарна судьбе, хотя, когда я училась, было тяжеловато, это было машиностроение, там были одни мужчины, то, что для них было легко, для меня это было, уходило день, то, на что у них уходило 5 минут, у меня уходил час, чтобы понять, чтобы разобраться, что такое винт, что такое, я не знаю, гайка и так далее. Они с детства с велосипедами все это знали наизусть.